Благоустройство с последствиями. В социальных сетях кировчане возмущаются работой подрядчиков. По словам людей, на улице Преображенской во время укладки бордюров рабочие повредили корни деревьев. Похожая ситуация и на улице Пятницкой. Горожане пишут, после таких работ город и вовсе останется без зеленых насаждений. В теме разбирался Александр Бушмакин. Всю корневую систему повредили. Грустно, что в Кирове все меньше зелени негодуют пользователи социальных сетей. Причина тому работы подрядчиков на улице Преображенской. Здесь укладывали новый бордюр. Казалось бы, дело хорошее, но в процессе благоустройства рабочие повредили деревья, пишут люди. Горожане переживают, что насаждения, которые много лет радуют глаз, не выживут и их спилят в следующем году. В дирекции благоустройства рассказали, повреждения незначительные. Судьба деревьев на контроле. Подрядным организациям дана рекомендация по зачистке и замазке этих ран. Обрабатывать будут краской на основе оливы. А также мы сделали предложение по защите каждого дерева щитами деревянными. Это предложение на рассмотрение у подрядчиков. К слову, похожая история и на Пятницкой. Здесь тоже кладут новые бордюры и тоже с последствиями. Снимают почву с корнями и вывозят самосвалами. Да разве так можно? Написала в нашу редакцию жительница Кирова. Но столичные эксперты говорят, погибнут деревья или выживут, сказать сложно. Это настоящая русская рулетка. У дерева есть три корня. Три корня, которые отвечают за жизнь дерева. Остальные корни-то так, вспомогательные. Чтоб оно стояло, чтоб оно не падало и тому подобное. Но какие из этих трех корней именно важные, никто не знает. Бывали случаи, когда просто у деревьев вырубали все корни, оставляли там каких-то 4-5 корней. И они выживали и росли. Говорят, вот видите, можно рубить, можно все что угодно делать, все равно будет дерево живо. Но здесь как бы рулетка. Здесь непонятно, какой корень был поврежден. Сергей Ильин отметил, в Конституции есть 58-я статья. Там сказано, каждый гражданин обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам. Таким образом, каждый обязан не только проявлять инициативу по охране окружающей среды, но и реально принимать участие по сохранению природного богатства. Это относится и к организациям, и просто к людям, заключил эксперт. Александр Бушмакин, Алексей Зрянов, Бюро Новостей, Давич.